Мы говорили в прошлый раз с вами о Филоне Александрийском, да, и вообще об Александрийском еврействе, которое, конечно, оставило определенный след в еврейской культуре, но, по крайней мере, та философская школа или традиция, которая возникла там, в Александрии в частности, она на еврейскую культуру особого влияния не оказала, скорее оказала, если то, такое отталкивающее, да, потому что, если говорить о мудрецах Талмуда, они скорее с эллинистическим еврейством, в принципе, и со взглядами эллинистов, они скорее находились в некотором полемическом отношении, а эта Александрийская школа, в том числе еврейская, она повлияла на развитие христианской философии. Но надо сказать, что в еврейской культуре появляются в IX веке, появляются мыслители, так их назовем, да, чтобы пока воздержаться в какой-то точной характеристике, философ это или теолог, это Ицхов Исаэли, вы видите, да, его годы жизни, то ли в 1932 году, он действительно прожил довольно долгую жизнь, ведь почти, ну не почти, а сто лет, философии, либо с 1955 года, либо с 1932 года, его арабское имя Абу Якуб Исхак Ибн Сулейман Абисаэли, он был врачом, автором известных медицинских трудов, которые цитировались вплоть до XV-XVI века, ну и может быть и дальше иногда, да, ну в общем, его медицинские труды были очень известны, писал он на арабском языке, некоторые произведения им написаны на иудеоарабском, иудеоарабский это арабский язык, еврейскими буковками, он был лекарем основателя династии фатимидов халифа Убайда аль-Махди, и в том числе был автором ряда трактатов, которые мы пока условно назовем философскими, сейчас мы поговорим более подробно о том, что же это за произведение, то есть его можно было бы назвать таким вот первым, в каком смысле философом еврейским, который как бы возможно не зависел от той революции, о которой я рассказывал, да, которую произвел Саади Агалах, до Саади, даже до Ицхака Исраиля, по-видимому, хотя на самом деле датировка жизни другого автора Дауда Аль-Мукамеса, Дауда Ибн Марвана Аль-Мукамеса, нам точно неизвестно, есть разные предположения, некоторые считают, что он жил в первой половине 9 века, некоторые говорят, что во второй половине 9 века, но вот есть ориентировочные даты, 20-90 год, и мы можем прочитать у Караима Гакуба Аль-Киркисани некую характеристику, которую он дает этому Аль-Мукамесу, видимо, был такой довольно любопытная фигура, вот он пишет, Дауд Ибн Марван Арраки, известный как Аль-Мукамес, был философом, он называет философом, сначала он был иудеем, а затем в Ниссибине обратился в христианство под влиянием человека по имени Нана, и этот Нана, врач по профессии, занимал видное место среди христиан, поскольку был совершенным философом, и Аль-Мукамес учился у него в течение многих лет и изучил корни христианства и его таинства, а также стал искушен в философии, и он написал против христиан, то есть он вернулся, как был иудаизм, и написал против христиан две книги, в которых полемизировал с ними, и обе книги хорошо известны, но они хорошо известны Якубу Аль-Киркисани, у нас этих книг нет, он также перевел из книг и толкований христиан, комментарий на Берешит, и назвал его книготворение, и комментарий на Кагелит, что тоже, в общем, вот эти все перечисленные произведения, которые неизвестны, Якуб Аль-Киркисани, можно ему доверять его свидетельству, нельзя доверять ему свидетельству, некоторые исследователи принимают эту версию относительно вот таких вот, так сказать, смен религиозной принадлежности Аль-Мукамиса, некоторые не принимают, до нас дошел, в общем-то, один трактат Аль-Мукамиса, который называется «20 глав», и этот трактат издан Сарой Струмзой, исследовательницей такой, вопрос, где это Несибинна, да, Несибинна, мне кажется, что это в Сирии, я могу ошибаться на самом деле, точно не знаю, но мне кажется, что это где-то в Сирии, и этот трактат конкретный, 20 глав, возможно, мы почитаем даже отрывки из этого трактата, он тоже дошел до нас в неполной форме и с большим количеством лакун каких-то, но тем не менее, вот он издан, и были найдены какие-то рукописи в Каирской генезе, которые помогли восстановить этот трактат, но этот трактат является отнюдь не философским, как пишет Фракисани, хотя, возможно, что он и представителей Каламы считает философами, этот трактат выдержан в духе Калама, то есть, если ориентироваться только на этот трактат, то Аль-Мукамисон скорее теолог, нежели философ, хотя элементы философии в Каламе присутствуют, и о Каламе мы будем говорить с вами в следующий раз.